Я передаю слово нашему спикеру Виталию Вивчеру, Team Lead и ведущий разработчик TomSoft компании. Всем привет, меня зовут Вивчер Виталий, я являюсь ведущим разработчиком компании TomSoft и около пяти лет уже занимаюсь задачами унификации между двумя проектами. Отсюда и вытекает тема нашего доклада. Так, а мне кликер не дали. Спасибо. Кстати, пока у нас донастраивается кликер, у нас будет порядка получаса на доклад каждого нашего спикера, затем секция вопросов. Задавайте вопросы, будьте активны. Автор самого интересного вопроса получит одну из вот этих крошек. Так вот, с чего все началось. TomSoft это аутсорс компания и волей, наверное, случая у нас есть два похожих приложения видеочата, которые изначально развивались в двух разных компаниях, но постепенно перешли в наши команды. у этих двух приложений до сих пор имеются разные менеджеры и постепенно менеджеры начали внедрять в эти приложения одинаковые фичи. И как это происходит? Поступает задача, мы копипастим код, код модифицируем под нашу модель и вроде все окей. Но приходится два раза тестировать код, два раза везде правки вносить. И в какой-то момент мы совершенно обленились и предложили заказчику выделить кодовую базу и иметь возможность переиспользовать модули. В перспективе на это тратить гораздо меньше времени, силу на тестирование и так далее. На что получили аппрув? После этого нужно было придумать, как все это делать. Так как у нас проекты развивались в двух командах, а эти команды сидели в одном помещении, то, понятное дело, что мы старались использовать одинаковые технологии, одинаковые идеи. И поэтому в первый этап нашего плана это было выделение общего фреймворка. Далее шарить как-то общие UI, общие фичи. Третьим пунктом должна была быть возможность стилизовать эти модули. И последний пункт, который у нас еще на самом деле в процессе, это шарить бизнес-логику. Так вот, имея подобные базовые классы в наших приложениях, мы решили, что оптимальным вариантом будет причесать их, выделить в отдельный модуль, а не использовать готовые решения в фреймворке. Так как в случае с готовым решением и фреймворками пришлось бы переписывать очень много кода. Поэтому мы остановились на выделении своего. Тема общего фреймворка – это прям огромная тема, которая требует отдельного доклада. Я пробегусь по основным пунктам, что у нас есть в фреймворке. И далее уже остальные этапы, будем немного подробнее. Общий фреймворк сейчас обладает следующим функционалом. Это базовая реализация страницы. От нее наследуется любая страница приложения, и она умеет предоставлять различные шаблоны для страниц, тулбар, контент страниц и так далее. Также она взаимодействует с роутингом. Второй пункт – это базовая реализация диалогов. Это практически то же самое, что и базовая страница, только с какими-то наворотами. Например, там есть удобное возвращение результатов из диалогов прямо во фрагмент, в презентер. Третьим пунктом – это презентер. Так как у нас архитектура МВП, то нам нужен базовый презентер, который умеет работать с RxJava и предоставляет для них удобные механизмы работы. Четвертое – это базовая реализация роутинга. По сути, это в раппер над Android SDK, который предоставляет удобную работу с бэкстэком, механизмы работы, различные многолетние костыли, которые у нас накопились в двух приложениях. Все это попало в базовый роутинг. И также очень много различных классов контроллеров, которые предоставляют механизмы работы для options-меню, например, permission. Они также позволяют работать прямо из презентера с ними. На слайде представлена упрощенная схема модуля фреймворка. Здесь три основные компоненты – это контроллеры, фрагменты и презентеры. И здесь показано взаимодействие между ними. На самом деле схема максимально упрощена. В этом модуле порядка ста классов у нас получилось. Классы предоставляют различные механизмы для работы с анимациями, с различными инструментами Android и так далее. То есть здесь простейшая схема. Разработка этого фреймворка у нас заняла примерно полгода. И очень важно заметить, что эта разработка проводилась параллельно с разработкой фич. То есть бизнес-процессы наши не были заморожены на проектах, а все проводилось параллельно. Получилась у нас примерно такая схема. У нас есть два приложения Monolith и появился общий шаренный модуль между ними, от которого эти проекты уже наследуются. На самом деле эти проекты не совсем монолиты. Они разделены на три модуля, каждый из них по правилам чистой архитектуры. Это application-модуль, domain и data. После того, как наш фреймворк был готов, очень важным этапом было придумать правила, по которым мы разделяем, по которым мы будем выделять наш общий UI, общий модуль. И от этого этапа зависит то, как именно мы будем выделять, потому что у нас есть некоторые проблемы. То есть у нас есть два приложения по клину и есть какой-то шаренный модуль, который используется и там, и там, и задача его вынести. Надеюсь, все знают, что правила чистой архитектуры, что это представляет собой. И, казалось бы, два приложения видеочата имеют практически одинаковый UI, одинаковую бизнес-логику. И, как это делают во многих примерах в интернетах, это берут и выделяют полноценный модуль, который содержит части этой чистой архитектуры. То есть там есть и домен, интерфейсы, репозитори и сам UI. Но у нас не все так просто оказалось, хоть и проекты похожие очень, но наш домен-слой в каждом из приложений оказался очень сильно разный. То есть у нас получились разные репозитории, так как разные абсолютно бэкэнды. И просто так наш домен-слой вынести и переиспользовать бы не получилось. То есть мы решили уменьшить, упростить себе задачу, пойти более простым путем и переиспользовать только UI-часть. То есть это сам фрагмент страницы и абстрактный презентер, отвечающий за эту страницу. На слайде представлен пример экрана фичи. То есть это покупка кредитов, максимально простая страница, которую мы сегодня рассмотрим. И справа от нее представлены 4 класса, которые также описаны внутри модуля. Первый класс — это роутер модуля. В нем описаны все возможные страницы, которые могут быть в этом модуле. Их может быть сколько угодно много, но в данном случае это две основные страницы. Вторым классом представлен провайдер модуля. Для разработчика, по сути, это точка входа. То есть по этому классу разработчик может определить, какие классы ему нужно заимплементить, чтобы затянуть к себе модуль. В данном случае это роутер. Уже представлена дефолтная имплементация. И credit store presenter. Здесь представлен также абстрактный класс презентера. В данном случае UI у нас максимально простой, поэтому у нас есть один-единственный метод on-by-create-click, который предоставляет модель ячейки, по которой был совершен клик. Также у нас есть здесь интерфейс view. Это чтобы презентер имел возможность передавать данные в UI и как-то работать с UI. Тут все просто. Здесь представлена реализация страницы фрагмента. И здесь три основных поля. Это биндинг. Это, по сути, вью-холдер наш для работы со Vue. Презентер, который сетится сюда через самописный DI. И реализация интерфейса Vue для работы с данными, для работы с фрагментом. Тут все просто. После этого у нас уже есть механизм, с которым мы можем работать. То есть у нас в модуле остается чистый UI, а каждое приложение реализует конкретную бизнес-логику с использованием конкретных зависимостей. И это все находится уже в приложении. То есть таким образом мы смогли разделить, минимальную часть вынести из общего модуля. Но так как у нас приложения разные все-таки и бренды у них разные, то не менее важной задачей у нас является стилизация модуля. На тему стилизации тоже есть в интернете очень много статей. Также мой коллега уже разобрал в нашем контексте эту тему подробно в рамках редизайна нашего проекта. Статья опубликована на хабре. Там можно детально ознакомиться, но я вкратце тоже пробегусь, расскажу, как происходит стилизация. Наверное, всем известно, что в независимом модуле, чтобы иметь возможность подключать различные стили, мы должны работать с атрибутами. То есть на слайде представлен файл с атрибутами, которые описывают наш UI. Здесь пять групп атрибутов. Первая из них — это текстоперенс атрибуты. Они предназначены для работы с текстами. То есть это размер, шрифт и так далее. Вторая группа атрибутов — это стили. Они созданы, чтобы кастомизировать саму view. Третья группа — это SRC атрибуты. Они предназначены для работы с картинками, логотипами, веграундами и так далее. Четвертая группа атрибутов — это атрибуты цветов. Они используются для подкрашивания иконок, для, например, подкрашивания рамок и так далее. И пятая группа атрибутов может показаться лишней, так как общий модуль. Зачем там атрибуты строк вообще нужны? Но так как, напомню, что у нас разные бренды и при этом у нас команда переводчиков разные, приложения популярны в разных странах, соответственно, локализации абсолютно разные. Бывает даже такое, что одна и та же кнопка называется чуть-чуть по-разному. Поэтому мы вынуждены были вынести строки из модуля. И в нашем случае это очень удобно иметь один файл со строками, чем несколько, но разбитых по модулю. Здесь представлен пример вьюхи внутри модуля. Мы просто ей задаем какие-то конкретные атрибуты, которые хотим вынести. В данном случае это текстоперенс атрибут и сам текст. При подключении модуля уже в конкретное приложение в основной теме приложения имеется перечень и конкретные значения этих атрибутов. На слайде представлено, что эти атрибуты помечены комментариями, чтобы можно было легко искать, то есть к какому модулю эти атрибуты относятся и какие группы атрибутов там есть. Ну и на слайде представлен редизайн, так скажем, этого модуля. То есть два абсолютно похожих экрана, но где-то текст разный, иконки разные и так далее. После этого у нас возникло желание использовать юзкейсы. Сразу скажу, напомню, что у нас этот этап еще в процессе. У нас есть некоторые сложности и есть огромное желание, но мы упираемся в технические особенности нашего проекта, поэтому не все там так гладко, но все-таки расскажу. И откуда вообще берется желание использовать юзкейсы? Вот у нас есть два модуля, и они максимально похожие. Тут пользователь, по сути, покупает кредиты и для того, чтобы купить кредиты, каждый из приложений реализует свое взаимодействие со своими зависимостями. И что тут хочется сказать важного, что модуль предоставляет какую-то суть. И суть это – это пользователь покупает кредиты и получает результат. Так вот, между двумя этими приложениями есть эта общая суть, но имплементация в этой сути разная. И чтобы максимально понять, что хочется сделать, давайте разберем на примере, как эту задачу решал бы аналитик. Аналитик бы начал с составления юзер-стори. Чтобы правильно составить юзер-стори, есть три главных вопроса. Я кто? Хочу чего? Чтобы что? В данном случае это я пользователь, я хочу покупать кредиты, чтобы оплачивать ими покупки внутри приложения. У нас получился юзер-стори. Это, по сути, описание нашей фичи. Далее для юзер-стори нужно составить список всевозможных юз-кейсов. То есть это что пользователь там может делать. И чтобы составить юз-кейс, по регламенту есть специальная для этого табличка. Давайте посмотрим на нее. Прошу не пугаться этой таблички, но здесь все максимально просто. У каждого юз-кейса есть предварительные условия. В нашем случае это пользователь должен находиться в зарегистрированном состоянии, залогинен и находиться на экране с покупками. Иначе как он сможет купить кредиты? И в столбец есть основной сценарий. Там описано, что произойдет, когда пользователь выберет необходимый кредит пак. То есть первое, это пользователь выбирает необходимый кредит пак. Система запрашивает подтверждение об оплате кредита и пользователь подтверждает оплату кредита. В альтернативном сценарии последний столбец описано, что произойдет, если пользователь отменит покупку. И вроде все максимально просто. Это ложится на оба приложения, но у нас есть особенность. Во втором, например, приложении у нас есть фича гостя. И у нас меняется предварительное условие, то что пользователь совсем не должен находиться за логиненом состоянии. И зеленым подсвечена разница. То есть у нас в основном сценарии появляется пункт 2. После клика на кредит система подтверждает, что пользователь зарегистрирован в системе. Если пользователь не зарегистрирован в системе, срабатывает альтернативный сценарий, система должна запросить данные для входа. И сравнивая эти два юзкейса, мы можем сказать, что интерфейс юзкейса нашего будет описывать желание пользователя в системе. А его имплементация будет находиться в конкретном приложении и реализовать конкретную имплементацию уже куска бизнес-логики. Поэтому мы создаем в нашем модуле интерфейс by credits use case. Наследуем его от базового интерфейса use case. Через генерики указываем входящий параметр и исходящий. Входящий параметр это будет ID-шник пака, который пользователь хочет купить. Ну а презентер получает зависимость этого юзкейса. И уже в методе on by credits clicked презентер просто передает ему ответственность. То есть пользователь совершил свое желание купить и передал уже ответственность в юзкейс, передав ID-шник продукта. А имплементация уже будет содержать в себе внутри свои зависимости. И чем же полезен use case? В нашем случае есть такие места, например, страница с гифтами. И в случае низкого баланса, например, там будет предложено пользователю мгновенно, не уходя со страницы, купить какой-то кредит пак. В этом случае мы отлично можем использовать этот самый юзкейс. То есть по сути у нас получается, что есть возможность переиспользовать текущую бизнес логику. Что хотелось бы сказать про юзкейсы. То есть у нас есть ограничение, так и у нас архитектура самописная. И бывают случаи, когда юзкейс должен жить на протяжении нескольких экранов. И его скоп не совпадает со скопом презентера. И в этих случаях у нас есть проблемы, которые нас ограничивают от использования этого юзкейса. И у нас здесь встает вопрос, вообще нужен ли нам там использовать юзкейс, потому что есть ограничения, и на эти ограничения мы тратим много времени. И пока мы эту проблему не решили, мы используем юзкейсы только в тех случаях, по крайней мере пытаемся использовать, когда скоп действия юзкейса совпадает с скопом презентера. И что хочется сказать еще. За наш многолетний опыт разработки двух приложений, унификации между ними, хочется сказать, что за всем этим еще скрывается огромная работа с менеджерами и с дизайнерами. Потому что когда менеджер проектов соглашается на унификацию, он должен понимать, какие преимущества мы с этого имеем. Это в виде переиспользования UI готовых с другого приложения. И в какие ограничения мы упираемся. То есть бывают такие ситуации, когда менеджер высказывает свою хотелку в рамках уже текущей фичи, а дизайнер рисует вообще совершенно что-то левое для этой фичи и что аффектит другое приложение. То есть это наши ограничения. То есть приходится отдельно прорабатывать это каждый раз с менеджерами. А может быть не будем так делать, сделаем так, например, или с дизайнером уже, когда не получается, то есть сможешь ли ты нарисовать по-другому. Поэтому это все есть особенности нашей работы. И не нужно никогда забывать и постоянно нужно напоминать и заказчикам, и дизайнерам. Ну, собственно, вроде все. Спасибо за внимание. Ваши вопросы? Большое спасибо Виталию за очень интересный клад. Виталий Вивчер – ведущий разработчик TomSoft. И ждем ваши вопросы. Напоминаем, что автор самого интересного вопроса получит одну из этих очаровательных уточек. Так, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. У меня на самом деле два вопроса. Первый вопрос про то, что эти приложения изначально были отдельными. То есть можно было такое же приложение сделать через Flavors и также регулировать системные различные темы, ресурсы и так далее. А второй вопрос про то, как у вас этот компонент UI вынесен. Он у вас как отдельная библиотека и вы просто заносите в проект или у вас когда по-другому сделано? Не расслышал слово. Через что можно было сделать? Flavors. Flavors. Смотрите. Получилось так, что у нас один проект практически с самого начала в нашей компании был, а второй проект перекочевал уже через какое-то время. И так получилось, что кодовые базы у этих проектов уже были очень огромные. И нам уже не вариант было переиспользовать, плюс задачи унификации появились не сразу, то есть через несколько лет только. И поэтому у нас уже были готовые технологии, практически готовые, которые мы перерефакторивали. То есть у нас изначально даже мысли не было, что проекты сольются там и так далее. Надеюсь, первый вопрос ответил. Второй вопрос про то, как это разделено. Да, это отдельные прям библиотеки, отдельный модуль Android, который содержит в себе абстрактные какие-то сущности в виде презентера, атрибуты темы и какой-то минимальный набор данных. То есть я рассказывал, там в модуле получается у нас есть 4 основных класса. Это презентер, вот роутер, то есть это какие страницы в этом модуле есть, и дефолтная реализация этого модуля. Провайдер, какие зависимости должен разработчик реализовать, чтобы подключить этот модуль. Абстрактный класс презентера и сам фрагмент. Но я хочу еще дополнить еще одним вопросом. У вас в этом компоненте какие-то общие вьюшки лежат, или вы только здесь именно какую-то абстрактность удержите? Ну, тут на самом деле тоже нужно понимать, что за общие вьюшки это. То есть у нас есть общие вьюшки, например, в которые вынесена работа с картинками, например. Она по всему приложению везде используется. И на самом деле у нас не два модуля, там порядка 20. И у нас есть отдельный модуль именно для общих вьюшек, которые абстрактные, которые не привязаны к фиче и так далее. А если есть вьюха, которая привязана конкретно к фиче, то она собственно и находится в этом модуле. Спасибо. Да, классная стратегия. Больше вопросов, больше шансов получить уточку. Так, пожалуйста. Да, здравствуйте. Спасибо за выступление. Вопрос такой. Я неоднократно слышал от людей разной величины, что модульность, если ее вводить, особенно уже где-то там посреди проекта, она настолько тяжела в плане логистики и всего прочего, что ее лучше отдавать на реализацию какой-нибудь фичи отдельной команде, которая не работает с остальным проектом вместе. И что если делите весь проект, это может очень много затрат и временных, и технических на команду повлиять. Как вы решали этот вопрос менеджментом и как долго к этому всему приходили? Ага, понял. Смотрите, на тот момент, когда мы предложили это заказчику сделать, у нас были архитектуры уже максимально простые, плюс у нас две команды по три человека на каждом проекте. Поэтому у нас команда небольшие, у нас не было дополнительных ресурсов. И да, мы это все согласовывали с заказчиком, то есть что мы будем выделять какую-то часть времени на разработку общей кодовой базы. То есть мы расписали тоже примерно. Изначально, конечно, несколько пунктов было, но первые два пункта были. То есть это сначала вынести общий фреймворк. Мы получили на это время и часть времени мы посвящали ему. Затем уже переиспользуемые готовые общие экраны мы при необходимости переписывали на вот такой подход. То есть мы не взяли и переписали сразу все приложение целое, а мы брали кусочки маленькие и переписывали их при необходимости. То есть есть у нас до сих пор пара экранов, которые там скопипащены, еще с самого начала лежат, но совершенно никакого смысла нет прям брать их и выносить в общий модуль сейчас. То есть вот новые фичи, например, мы сейчас уже по накатанной делаем вот так. Спасибо. И еще один вопрос. Когда был рассказ вот о строении архитектуры, да, там clean и интересный слой после даты, да, что там у вас есть слои прям application? Я говорил про три модуля. Есть application-модуль, есть domain-модуль, есть data-модуль. А в application там что именно содержится? В application у нас происходит знакомство этих модулей, то есть какие-то сторонние классы. Проще рассказать, что находится в двух других модулях. То есть в домене находятся наши репозитори, интерфейсы репозитори, какие-то сущности. В дате находится уже связь этих репозитори с каким-то бэкэндом. И в application там у нас на самом деле application-presentation слой, там уже знакомство с зависимостью друг с другом. И находятся сами презентеры. Ну то есть с точки зрения использования вот такого подхода он работает? Не совсем понял вопрос. Ну не возникает трудностей, я имею ввиду. У нас эти слои, каждый в приложении так и остались. То есть сейчас мы про все это рассказывал в рамках внутри модуля. То есть наши архитектуры там так и остались независимые. То есть они там и так и лежат. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо.